Далеко не все уголки нашей планеты соответствуют общепринятым представлениям о том, как должно выглядеть более-менее комфортное место проживания людей. Условия жизни очень сильно отличаются в зависимости от географического положения и социального статуса. Одним из таких уникальных мест являются плавучие острова на величественном озере Титикака в Перу, которые построил индейский народ Уру. Сегодня вы узнаете, как тростник помог выжить сотням людей, если в столь самобытном месте благо цивилизации, и как предки современных островитян пытались обмануть инков. Народ Уру считается потомками одной из самых древних культурных групп Южной Америки, и об их истории известно не так много. Если верить легенде, то этот народ произошел относительно языка Пукина, ныне вымершего. Представители Уру мигрировали к озеру Титикака примерно 3700 лет назад. Озеро Титикака требует отдельного упоминания, так как уникально для Южной Америки. Оно имеет самые большие запасы пресной воды на материке, а также считается самым высочайшим в мире судоходным озером. Титикака расположен на высоте 3812 метров над уровнем моря, в Андах – на границе Перу и Боливии. Также озеро имело огромное культурное и религиозное значение для инков, что делает его окрестности одним из самых притягательных мест для современных антропологов и археологов. Но вернемся к племени Уру. Почему же Уру пришлось поселиться на плавучих островах? Причина проста – внешняя угроза. В середине XV века к власти в регионе пришел Пачакутик Юпанки. Именно он превратил королевство Куска в империю инков. Сделать это удалось при помощи завоевательных походов. Довольно быстро он присоединил береговую окружность Титикаки к своей империи. Вследствие чего аймары, которые были тесно связаны с народом Уру, попали в рабство. Естественно, Уру не желали себе подобной судьбы, поэтому оперативно погрузили пожитки на плоты и отправились искать лучшей доли. Правда, бежать им было особо некуда, вот и пришлось выкручиваться и обживаться прямо на воде. Долгие годы инки не догадывались о группе людей, проживающих вдали от берега на Тростниковых островах. Но якобы однажды племя Аймара после очередного сражения решило скрыться от инков, уплыв за росли Титикака. В ходе поиска беглецов инки обнаружили Уру, которые основались в десятки километров от побережья. В конце концов, инки обложили хитрецов данью и периодически все-таки захватывали некоторых из них в рабство. Но если бы изначально Уру не ушли вглубь озера, то вполне возможно, что их немногочисленная народность была бы уничтожена инками. С приходом конкистадоров могущественная империя пала, а Уру обрели свободу. Но менять устоявшийся жизненный уклад не стали. Было как-то спокойнее жить в отрыве от остального мира. Искусственные острова – удивительный пример того, как изобретательно может быть инженерная мысль. Особенно если учитывать тот факт, как давно были построены первые их образцы. Чтобы соорудить остров, необходимо создать прочную, но вместе с тем легкую основу. Для этого используются корни тростника Татаро. Ежегодно они всплывают на поверхность воды в сезон дождей, который длится с ноября по март. На местных мужчинах лежит задача собрать лучшие их образцы. Если на корнях будет слишком много почвы, то они просто-напросто утонут. Толщина искусственного острова может доходить до двух и более метров, из-за чего сбор материала требует немало времени и усилий. Когда основание из корня готово, на него укладывают несколько слоёв всё того же тростника. Но сначала его нужно подготовить. Растения срезают едва ли не под корень, затем неделю сушат, потом вновь смачивают водой, чтобы они стали упругими. В финале их связывают в снопы нейлоновыми нитями. После укладки тростника остаётся только закрепить остров. Делается это при помощи верёвки и колев из эвкалипта, вбитых в дно озера. В сезон дождей местные добавляют новые слои тростника еженедельно. Засушливое время достаточно одного раза в месяц. Дело в том, что тростник быстро начинает гнить. При должном обслуживании жизнь острова может длиться до 30 лет. Большой остров способен вместить до 10 семей. Ограждения здесь нет, если не считать стены домов. Так что ничего не мешает упасть с края воду, потеряв бдительность. Кстати, провалиться сквозь землю в прямом смысле слова на острове вполне реально. Местные говорят, что спасать провалившегося никто не будет, так как он считается жертвой богам. Впрочем, скорее всего в наши дни это просто шутка. Интересно, что аборигены привыкли по островам босиком. Хотя обычным людям без обуви будет не слишком комфортно, ведь поверхность рыхлая и колючая. Сложно поверить, но еще к середине 1980-х годов плавучие острова находились примерно в 14 километрах от берегов озера. Поэтому немногие посетители беспокоили местное население. Они, по сути, жили в изоляции от большого света. Но сильный шторм 1986 года разрушил острова. Поэтому им пришлось построить новый, ближе к побережью и к городу Пуна, самому большому на озере Титикака. С близостью появились новые возможности в виде туризма и жизни на суше. Сейчас население плавучих островов насчитывает порядка 1200 человек. Но стоит отметить, что постоянно на них проживает лишь пару сотен представителей племени. Многие уже перебрались на берег, и эта тенденция сохраняется. Всего на данный момент построено от 60 до 100 искусственных островов. Такой разбег связан с тем, что старые острова разрушаются, а сколько строится новых – неизвестно. Может показаться, что в столь необычном месте днем с огнем не сыщешь современных технологий. На самом деле это совсем не так. Например, сделанные из тростника лодки сейчас представляют собой в большей степени развлечения для туристов. И внутри набиваются пустыми бутылками. Местные же отдают предпочтение моторкам. Дома на плавучих островах в основном построены из тростника. В некоторых используются металлические крыши. Также есть дома, оборудованные солнечными панелями. Они впервые появились здесь после визита президента Перу, который во время ночевки на одном из островов пожелал иметь возможность читать вечером в постели. Сейчас у многих в хижине стоит телевизор, работающий от солнечных батарей. Также есть и другие электрические приборы. Островитяне охотно пользуются мобильными телефонами. На некоторых островах есть бойлер с горячей водой, позволяющей принимать тёплый душ. У крупных островов возводят крошечные островки с установленным на них туалетом. Также не обошлось и без социальных объектов. В поселении из группы островов для маленьких детей открыт детский сад и христианская школа. Вместе с тем, ребятам постарше приходится отправляться на берег, до которого около пяти километров, чтобы продолжить образование. На одном из островов работает радиостанция, транслирующая традиционную музыку на весь регион. Есть небольшие магазинчики, в которых вместе с шоколадными батончиками и газировкой продают жареный хлеб из киноа и неоновую жёлтую колу инков, по вкусу напоминающую жвачку. Основной доход местных жителей сейчас это туризм. Но несмотря на это, им приходится заниматься охотой и собирательством, следуя традициям предков. В частности, нижняя часть тростника Татура вполне съедобна. Кроме того, её можно использовать как обезболивающее. Широко распространено рыболовство, а также сбор птичьих яиц в тростниковых зарослях и охота на уток, чайк и фламинго. Встречаются люди, умудряющиеся развивать сельское хозяйство. Когда уровень воды в озере опускается, они собирают комки почвы с корней гниющего тростника и спрессовывают их. На этих нехитрых заготовках впоследствии выращивается картофель прямо на плавучем острове. Есть и те, кто держит крупный рогатый скот. Правда, пасти его приходится либо на материке, либо на естественных островах. Как уже говорилось выше, зарабатывают островитяне в основном за счёт туризма. Делают и продают сувениры. Показывают гостям, как готовят еду на огне, используя примитивные плитки из обмазанного глины тростника, которые ставятся на камни, что, мягко говоря, выглядит небезопасно, так как при неосторожном обращении с огнём может вспыхнуть и весь остров. Также они рыбачат, причём иногда делают это через отверстия непосредственно в островах, что напоминает зимнюю рыбалку из лунки. Туристы, конечно же, хотят посмотреть убранство домиков местных жителей, что весьма легко осуществить за небольшую плату. Но далеко не всех туристов впечатляет стандартное времяпрепровождение. Некоторые считают, что их привезли на острова только ради продажи безделушек и просмотра постановочных шоу. Для тех, кто настроен скептически, есть вариант кратковременного проживания в местной семье, позволяющий принять участие в её повседневных делах. На самом деле туризм, с одной стороны, помогает искусственным островам существовать, с другой – вредит им. Ведь чем больше нагрузка, тем чаще приходится обновлять тростник. А технология и инфраструктура, которые необходимы туристам, снижает аутентичность этого места. Последние годы жизни островитян сопряжена с целым рядом трудностей. Среди них ухудшение экологии из-за промышленных предприятий, активно сливающих в озеро отходы, что мешает тростнику вырастать настолько высоко, чтобы идеально подходить для создания островов. Также из-за оснащённых радостями современной цивилизации рыболовецких флотилий, местным мало что остаётся. Другая важная проблема – смешение представителей Уроса с окружающим населением и отток молодёжи. Несмотря на всё это, на островах ещё остаётся немало жителей. И хочется верить, что у них хватит сил, мудрости и желания, как можно дольше сохранять этот удивительный уголок нашей планеты, неповторимый и самобытный. На сегодня у меня всё, друзья. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя тема, и вы открыли новое и необычное место для себя. До скорого!